Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже вторник, 20 февраля 2024 года. А новости у нас вот какие, друзья. А вдруг война? А только 6% лекарств Латвия производит сама. Разбираемся, друзья. Лекарства в Латвии могут быть в дефиците даже в мирное время. Потому что 94% нашего рынка лекарств состоит из импорта. И мы зависим от международных поставок и квот. Опять мы зависим. О, Господи! Думал без комментариев. Ну, дальше послушайте, друзья. Ну, я не могу. Вы смотрите, 94% мы зависим от импорта. И квот. В повседневном режиме система функционирует хорошо. Но бывают ситуации, когда из-за перебоев в поставках или проблем на производстве в Латвии возникает нехватка тех или иных лекарств. Больницы имеют резервы на несколько месяцев. Фармацевтические компании также создают резервы примерно на один месяц. На один месяц резервы. Однако страна не готова к войнам, глобальным пандемиям, серьезным логистическим сбоям, длительным природным катаклизмам. Поэтому работа над созданием Национального резервного фонда лекарств должна быть начата немедленно. Вот сейчас, друзья, позвольте, я поставлю точку и напомню очень-очень многим жителям, да я всем напомню, всему земному шару. Вы помните, помните, когда начиналось вот это соплистое заболевание, так называемая это зараза, вот это вот, типа, пандемия, друзья, ну, коронавирус, ковид-19, вы помните, как наши, я прямо скажу, трепались и предлагали, ну, кто наши, шишкотрепы, предлагали обучать всех, как надо бороться с этим заболеванием. Весь мир, приезжайте к нам, мы вас научим, как бороться. Я это не забыл. Вспомните прекрасно, друзья. Ведь кто помнит, или вы не заметили это? Хвалились же. Хвалились прямо, ой, да, специалистов даже хотели посылать, или уже даже посылали, друзья, напомните мне немножко, если кто помнит. Что она, не-не-не-не, она не эта болезнь, быстро излечимая, она не вредная, ничего. И вдруг наши переобулись, вдруг, как-то быстро, вдруг, вспомните, переобулись, вы не ослышались, поменяли позицию свою, сразу же, тут же, на лету переобулись. А? А почему? Почему они переобулись? И поменяли свое мнение, не стали никого учить сразу, значит, что? Ну же, были же специалисты. Мы умеем, мы вас научим. Помните, как в других странах заболевали, типа, начали болеть, там все закрывать, у нас ничего не закрывалось, никакие ни маски, ничего. Не-не-не-не, у нас все быстро излечилось, лечилось в тот период. И тут они, повторяю, переобулись. Ничего вам это не напоминает? И резко у нас создался такой концлагерь, такие же жесткие начали меры принимать. Руки-ноги крутить уже начали, даже прям в прямом смысле. Попробуй ты зайди куда-нибудь без маски, а еще без сертификата. Да. Вам ничего не напоминает это? Так продолжаем дальше про лекарства, друзья. Как наши трепали? Я все прекрасно помню. Могу даже эти новости поднять и все это рассказать. Но только зачем? Все же помните, друзья. Никто не забыл. И ничто не забыто. Как вы относились к народу? А кто нажился на вот этом вот соплистом заболевании? Кто нажился на этом заболевании, тот себе прививки не ставил. Слушайте дальше, друзья. Такому вы... Да, и даже понакупали до сих пор еще, мне кажется, лишки. Да, 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 да. Вот этих вот прививок, да. Ампул этих так называемой заразы. Вы искалечили людей. Сколько умерло людей. Дальше это все по теме. Такому вы... А вот пришла мне мысль такая, друзья. Переобулись. Вы не ослышались. К такому выводу пришли эксперты на состоявшейся... Я про лекарства сейчас продолжаю. Нехватка лекарств. Наши всего 6% производят. К такому выводу пришли эксперты на состоявшейся на прошлой неделе дискуссии. Доступность лекарств в Латвии в час икс. Опыт Украины и латвийские реалии. Ну вот видите, сейчас они перешли на другие темы. Но тогда же не было этого ничего. Они же хвалились наши. Тоже старались выгородиться. Я прямой человек. Я вот так вижу ситуацию и видел тогда. И никак не изменил свою точку зрения. А сейчас впереди паровоза по другу... У них уже другое мнение. По другим вопросам. Опыт Украины и латвийские реалии. В конце прошлого года был опубликован доклад Еврокомиссии, который призывает государство осознавать риски усиливать производство лекарств внутри Европейского Союза. Диверсифицировать поставки, создавать национальные запасы лекарств, опубликовать список критически важных лекарств, содержащих 200 наименований. Ой, Господи. Но я же вам не зря напомнил. Помните, как наши хвалились эти, которые перебываться быстро, умеют перебываться? Вот так же и сейчас. Что сейчас происходит? Вы же тогда говорили, что готовы ко всему, ко всем невзгодам и так далее. И обучать даже других собирались. Может быть, даже уже ездили. Я немножко подзабыл, друзья. Не только в Латвии, но и в Европейском Союзе в целом риски, связанные с доступностью лекарств, являются относительно распространенной проблемой. Основная причина в том, что около 40% лекарств в Европе импортируются. А откуда они импортируются, интересно? А с какой страны? И с каких стран? Вы не слышали. Я сказал, с какой страны? Спросил. То же самое касается и лекарственного сырья для производства, где импортная составляющая составляет от 60 до 80%. Сейчас речь идет уже про Европу. До 80%. Откуда-то? Откуда, догадаетесь, с первой попытки? В случае с Латвией зависимость от импорта очень высока. Да ебтишь, твою мать, друзья. Ну опять, ну какую новость не возьми. Да, привет всем барабашкам, которые недовольны. Не нравится? Идите в другую. В другие сайты, да. На другие веточки, да-да-да-да. Друзья, ну вы поняли, о чем речь. Случаи с Латвией. Зависимость. Опять зависимость. А где же независимость? Зависимость от импорта очень высока. 94% лекарств в Латвии импортируются. А как же у нас All in Farm? А как же GreenDex? Куда они увозят свои лекарства? А сырье к ним откуда привозится? А-а-а. Догадываетесь? Дальше. Только 6% в Латвии производится. В Латвии производится. Здесь, в Латвии. 6%. 6%. Это что это есть? Это из 100 человек. Вот из 100 человек. Из 100 человек. Вот и много. Вот так вот выстроить. Ну, выстроить 100 человек. Только 6 человек. Употребляют свои местные лекарства. Изготовленные здесь в Латвии. 6 человек. А остальные 94 человека ничего не употребляют. Либо употребляют только импортные. Которые стоят десятки и сотни евро за упаковочку. Пачечку. Вы не ослышались. Цены такие. Ну, в среднем. 30-50 евро. Это ужас, друзья. Но это хорошее лекарство. Возможно. Сейчас такую подделку стали делать. Раньше было стопроцентные. Все. Ну, компоненты там такие, знаете. Они такие крепкие. Сейчас максимум, если только 5%. Может быть, 10%. Раньше выпил таблетку. Две. Все. На ноги стал. Да. Вспомнить. Хватало. Даже одной таблетки хватало. Какой там курс лечения? Ну, может, мы молодые были. Сейчас что? Пьешь, пьешь эти таблетки. Пьешь, пьешь. Никакого толку. Что-то там отдаленно. И потом опять. Одно губишь. Сгубил организм свой. Начинаешь лечить другое. Это что называется? Да. Это называется взамисимость. Народ, весь полностью народ. Вот этими лекарствами. Вот этими мерзопакостными. Откуда? Импортные. Да-да-да-да-да. А когда шли оттуда? Ну, догадайтесь, откуда шли. Лекарства были прекрасны. И помогали. Да. Ну, там только начнешь курс лечения. Даже меньше недели. Два-три дня. Все. Уже пойду я на работу, наверное. Да и шли на работу. Просто берешь пластиночку. Там вот пластинки отрезаешь. Пошел. Ну, да. Почувствовал что-то. Хопа. Выпил. Все. Отошло. Нормально. И дальше пашешь. А почему пашешь? А вы догадайтесь, почему пашешь. Да. Ну, потому что больничные. Многие не оплачивали. Или оплачивали совсем мизер. А я, говорит, тебе не буду оплачивать. Ну, вот вспомните, друзья. Это все по теме. Это наши местные особенно. Я, говорит, не собираюсь. Прямо в открытую. Заболеешь. Сиди дома. Не оплачивали. Никакие больничные. Вы не ослышались. Вот пускай будут знать. Тебе я говорил. Я буду все постепенно рассказывать. Но это местные, иностранные, которые приехали сюда, предприниматели, оплачивали все полностью все. И страховку покупали, каждому работнику, и в спецодежду покупали. Все обеспечивали. А хотите еще вам напомню? Спецодежду, как ни странно, иностранные предприниматели, хозяева заводов сейчас, которые являются, которые пять лет не платили налоги, не облагались налогами, только с рабочих. Да, 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 государство не платили. Первые пять лет. Бесплатно обеспечивали спецодежды. А мы работали, были периоды, особенно вот у нашей, не буду называть этого хозяина, догадайтесь у кого. И фирмы не буду называть. На свои деньги покупали краги и так далее и тому подобное. Сейчас, Сема, подожди. Ну, жулик опять. Да, вот у нас вот это постоянно, ну, частенько жулик. Там вот ходит по дороге кто-нибудь, там собаки начинают лаять. Так вот, друзья, ну и приходится выпускать его. Но я не стал, не буду вырезать, друзья, зачем. Вам тоже, наверное, интересно, может быть. Вот это, что я сейчас вам озвучил, вот это все охарактеризовал эту всю ситуацию с этими лекарствами в Латвии. Член правления Латвийской национальной ассоциации лекарственного обеспечения Янис Липкенс. Пишите комментарии, друзья. Что вы думаете вот про эту ситуацию? Ну, за что не возьмись? Посмотрите. Только 6%, вы знаете, я думал, намного больше. Ну, у нас же Олайнфарм, Гриндекс, такие гиганты, такие мощные. Ну, как же так? Друзья, что-то я не могу понять. Как это так? Всего 6% лекарств Латвия производит сама. Значит, она производит только 6% действительно лекарств, таких, которые нужно для человека, а которые... Вот это ничего себе, друзья. Ну, я сейчас уже комментарий свой. Как же так? Ни за что не думал я. Я думал, что наши... Ну, да, 6%, что только импортируют. А 94 сами. А тут нет. Вот, оказывается, видите, что всплывает? А главное, а вдруг война? И вот коснулась. Вот не дай бог, конечно. Ну, статья так и называется, друзья. И у меня заголовок так будет, скорее всего. А вдруг война? А только 6% лекарств Латвия производит сама. Вот в этом заголовке все сказано. И вот так у нас во всем. Даже больше, вернее, меньше процентов. Что мы сами производим? Своего. Кроме лекарств, вот этих 6%. Что еще? Ну, назовите мне, перечислите, друзья. Ну, рыбку мы покупаем. Да, я не спорю. Рыбку местную. Ну, да. Попробуйте. Купите. Шпроты. Ой, я не буду перечислять, друзья. Ну, все. Дальше я ничего не буду перечислять. А все, что остальное мы производим, это мы производим. И работают работники на где? На иностранных предприятиях. Где хозяева кто? Иностранцы. И куда эта продукция вся уезжает? Мы, вот все жители Латвии, основная масса жителей Латвии, только являемся кем? Мы только работники. И вы рабочие. Работники. Рабочая сила. Рабсила. Коротко, друзья. Рабсила. Дешевая рабочая сила, вежливо сказать. Они сюда и приехали из-за этого. Потому что там зарплаты большие по сравнению с нашими, особенно в первые, вот когда конец 90-х, 2000-х годы. В начале 90-х нет, сюда никто не ехал, потому что было непонятки, неразбериха. 2000-е годы сюда ехали. Начало. Иностранные предприниматели. Почему они сюда в большинстве своем приехали? Да не в большинстве, а все. Из-за дешевой рабочей силы. Потому что работали чуть не бесплатно по сравнению там. Не буду называть, какие страны, да их много. Норвегия, Германия и так далее, и так далее, и так далее. Господи, разные, разные. Да, они, да, много у нас таких хозяев сюда приехало. Да, да, предпринимателей. Ну, по сравнению, там зарплата была. И по сравнению, как у нас. У нас работали первые за... Часовая была, да, часовая. Сейчас напомню вам. 80 центов, по-моему, сантимов, друзья. В час. 80. Потом сделали 92 сантима. Сантима, не латов. В час. На бумаге. До уплаты налогов. Вы не ослышались. Официально. Да. Потому что они знали, что у нас здесь такое творится. И все сюда ломанулись. И куда они ломанулись? Да. Заброшенные советские здания. Ну, начали там подремонтировать. Там они фасадик подделали. Ну, там кое-что внутри. Три полы залили. Сделали такие. Ну, вы понимаете, да? Ну, там крышку подлатали. Там фасад заделали. Пристроили склады. И еще что-нибудь. И получилось что? Вот что получилось, друзья. Это все касается по теме, друзья. Да. Страховочки-то иностранцы платили. Медицинские страховки. Наши нет. Вот поэтому туда все и побежали. Наши ребята. Вот с кем я работал. Всем большущий привет. Вы понимаете, я не буду конкретно адреса называть. Если я буду адреса называть, это все. Это вообще ужас, друзья. И до сих пор наши предприниматели платят в конвертах. Да. Совершенно верно. Часть, часть они платят официально. А то вообще. Минималочку раньше платили. Маленькую такую маленькую минималочку. А остальное в конвертах. Ой, друзья, это отдельная тема. Начал про... Ну, а это вот вдруг война. И только 6% лекарств Латвия производит сама. Все. Спасибо, друзья. Вот такая вот новость. Я лично очень даже поражен и удивлен. Думаю, как это так? Я думал, больше производит. Чуть не 100%. Ну, как же так? Хвалились же, что столько лекарств производит Олайнфарм, Гриндекс. Такие знаменитые. Напишите комментарий. Большая просьба. Что вы думаете вот про это? Ну, не дай бог, конечно, вот это вот заголовок, а вдруг война. Ну, это все, друзья. Это все. Это не катастрофа. Это конец будет. Все. Всему. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Я говорю, мы в мирное, наше в мирное время шишкотрепы не подготовлены ни к чему. Они только к себе подготовлены. Понимаете? О своем думать. Кто будет думать, вот не дай бог, что? Что, чего? Вот напишите, друзья. Поставьте лайк под видео. Напишите комментарий. Любые. Ну, желательно по этой теме. Еще раз всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. А в случае вот этого, не дай бог, так это все. Это не просто катастрофа. Это все. Конец будет, друзья. До свидания. Спасибо всем, друзья.